Уважаемый товарищ президент, на ваше рассмотрение вносится ряд кандидатур для назначения на должность руководителя ряда важнейших организаций промышленного комплекса нашего государства. Велентей Игорь Владимирович представляется на должность генерального директора государственного внешнеторгового унитарного предприятия Белспецмежтехника. Харитончик Дмитрий Иванович представляется на должность генерального директора ЗАО «Атлант», директора Минского завода холодильников. И Лесин Сергей Иванович представляется на вакантную должность генерального директора открытого акционерного общества «БелАЗ», управляющего компанией холдинга «БелАЗ Холдинг». Все кандидаты прошли проверку и изучение в отношении их личностей. Обстоятельств препятствующих назначению не имеется. Спасибо. На Атланте дела не важны, так я понимаю? Дорогий президент, на сегодняшний день у нас допущены были определенные падения объема, но был рост в 2021-2022 году. Поэтому, конечно же, в 2023 году было снижение по отношению к 2022. На сегодняшний день есть определенное понимание, с учетом того, что уже начали мы принимать с Минкомторгом совместно определенное действие. Вы мне честно скажите, Дмитрий, вы сами решили туда идти или вас просто выпихивают? Ни в коем случае. Я начинал с завода, более 12 лет отработал на «БелАЗе» в свое время, поэтому это абсолютно осознанный выбор. Я буду только рад, потому что, когда я приезжаю сюда, выезжаю отсюда, я смотрю на Атлан, и я ведь понимаю, что там проблемы есть. И люди недовольны некоторые, поэтому нам надо это предприятие сделать настоящим предприятием, тем более без холодильников и машины стиральные там производим. Может, надо на что-то еще выходить, что-то делать, но надо это раскрутить, надо, чтобы это продавалось и покупали наши люди. Ведь неплохие же холодильники, стиральные машины неплохие. Совершенно верно. На сегодняшний день у нас хорошо показывают по качеству наши оба вида – это и холодильники, и морозильники, и стиральные машины. А нареканий практически никаких нет. Но, конечно, надо серьезно поработать и над снижением цены, и над себестоимостью, потому что здесь в условиях конкуренции без этого просто невозможно. Что касается Белаза, Сергей Иванович, падения не будет? Пока идем на уровне 85%. Мы предпринимаем меры, чтобы к концу года сохранить темпы, которые были набраны предыдущие три. Сейчас основной акцент у нас будет… Там темпы были неплохие? Да. Они были очень серьезные. Сейчас шахтная тематика – то, что в первую очередь требует нашего особого внимания, и даже то, что мы в Могилеве делаем. Мы даже сейчас опытные образцы переводим на основную головную площадку, чтобы ускорить эту работу. По вагонам мы хорошо идем в этом году. 800 вагонов экспорта предполагается, большие цифры. И, конечно, по головной площадке – это диверсификация в части видов продукции. Это гидравлический экскаватор, тяжелый, 200 тонн весом, 12 кубов. Это грейдер тяжелый, 70 тонн. Это техники, аналогов которой ни у нас, ни в Китае, ни в России, тем более нет. То есть, расширяя линейку, мы как раз нацелены на то, чтобы сохранить объемы даже при снижении рынка карьерных самосвалов. Ну, Сергей Иванович, это чтобы не было далекой перспективы. Вы правильно говорите. Надо опытные образцы брать в головное предприятие и производить, продавать. Но качество не забудьте. Да, поэтому... Мы быстро можем это все начать производить, а потом будете метаться по всему миру, приводить в порядок там. Продолжение следует...